ну что котята хотели видео про house heaven board adventures итак мы в этой игре сейчас я вам расскажу немножко о том как я в принципе открыла локацию новую и покажу уже саму локацию в действии локация называется сказочный остров или остров фантазии как вам больше нравится fantasy island именно переводится как фантазийный остров или остров фантазий но в нашей версии игры написано именно сказочный остров хорошо не суть важным называйте его как хотите все равно локация очень красивая там сейчас обитают где-то 16 лошадей если я не ошибаюсь да по-моему 16 лошадей там обитает 10 из которых находится в роскошном стойле локация это находится на вот локация это находится над островом в сша и собственно говоря как мы уже поняли она находит этот остров летающий находится в небе как же я его открыла ребят сейчас не говорите мне что я там за донатила не за донатила не за донатил нет я не донатила в эту игру не было вложено ни копейки все лошади которые у меня есть я либо выводила сама либо выигрывала как это случилось со стрельцом а это именно случилось со стрельцом то есть я ее вывела ой господи выиграла собрав в событии определенное количество звезд пять тысяч по моему там надо было набрать и я их набрала собственно говоря и взяла эту лошадь в общем вот поэтому говорит что я донатила я не донатила ребят мне не хватало буквально 300 с небольшим кристаллов для того чтобы купить оставшиеся камни и я накопила собственно говоря и сделал как у меня это принципе получилось я увеличила роскошное стоило именно в сша но я немножко поподробнее еще расскажу про роскошное стоило и мое удивление которое произошло которое буквально вот 12 числа было и не проходит до сих пор в принципе ну что ж перейдем сказать в локацию сказочный остров и продолжим уже играть там и так мы как раз на фантазии на острове фантазий как мы видим здесь есть роскошное стоило водопад что кстати для меня очень много по поводу водопада это очень интересная вещь то есть тут можно собрать кристальную воду который можно как кормить лошадей так и использовать ресурсы для создания каких-либо вкусняшек также здесь растут деревья желтыми цветами и у боже с колокольчиками ребят колокольчик это цветок который растет сам по себе не на каком дереве а просто как вот обычные цветы и тут ой она на дереве растет ну да ладно данный момент мы видим 3 вру 4 извините пожалуйста ребят четырех наших лошадей это марваре американская верховая шайер и вот здесь вот под цветочком сейчас я вам ее покажу альденбургская красавицы две лошади сейчас отсутствуют они находятся в событии события именно по выведению лошадей то есть они не выводятся они зарабатывают камешки для того чтобы впоследствии открыть ту или иную породу лошади четвертого уровня то бишь они сейчас в обществе заводчиков что хочу сказать сам остров мне понравился то бишь он находится в облаках это можно видеть вот здесь то бишь отдалить вот водопад сам идет даже несколько водопадов красивейший остров очень красивый остров мне безумно нравится сам водопад с которого я сейчас соберу ресурс домики пока что 3 уровня я их пока не увеличиваю у меня не хватает денег но да ладно скором времени откроется здесь шахта как вы видите но по поводу шахты я еще подумаю надумаю и будет видно что же что мне нравится в этой локации во первых мне нравятся сами стойла как роскошная так и обычные при входе на любое стойло сейчас я вам это покажу мы видим лошадь буквально полностью то есть мы можем рассмотреть ее детально они как в других стойлах за воротами это марваре 3 уровня у меня вот она мне безумно нравится не только сама лошадь сейчас данный момент но это где она находится это просто красивейшее здание с какими-то витражами волшебной водой и и вообще нереально красиво круто так же мне очень нравится роскошная стоила я вам его сейчас продемонстрирую но у роскошного стоила есть свои как минусы так и плюсы наоборот как плюсы так и минусы что меня смущает вопи ну что мне нравится точнее про смущает попозже что мне нравится в роскошном стоили то как она выглядит то есть при открытии этой локации нам дают волшебного единорога это вот этот вот симпатяш в правом нижнем углу почему именно симпатяш потому что это именно мальчик его зовут ромео я ему оставила имя какое есть также мне безумно нравится то что пейзаж на заднем фоне это небо почти что космос все очень красиво все это и каждую лошадь мы можем также рассмотреть в отдельности как они выглядят а не как в обычных роскошных стоилах то есть наполовину закрыты то есть это вообще огромный плюс из минусов написано 10 из 10 лошадей но к сожалению мы видим только шестерых и это очень большой минус от разработчиков надо бы доделать надо бы как-то доработать но думаю что впоследствии я скорее всего это делается увеличением самих самого уровня стоило то есть мы открываем уже потихоньку и других как бы видимых но если продолжится вот такая же вот ерунда с тем что я вижу всего 6 лошадей допустим столь у меня не 10 а 16 это будет очень глупо мне кажется и не красиво также хочу сказать что при входе в роскошное стоило лошади постоянно меняют свое место то бишь сейчас на данный момент у меня по и поменяли места три лошади это даже четыре лошади это пони голд шетландский пони кноп спутер извините за название но факт в орландер и сейчас я вам скажу как его зовут маркус я забыла его название я вам сейчас его просто покажу вот он маркус агатовый единорог за которым я очень долгое время гонялась на теперь он мне к сожалению не нужен и будет стоять скорее всего здесь вот и очень печально что не видно других лошадей на заднем фоне если добавить сюда еще и тех лошадей которые стоят допустим сзади тот же кноп спупер или шетландский пони который стоят которые стояли вот буквально рядом с этой серединой где сейчас находится агатовый единорог почему бы и нет как говорится в общем вот такие вот дела ребят видео получилось короткое но познавательное ребят если вам понравился формат этого видео и вам хочется что-то еще жмите лайки оставляйте свои комментарии чтобы вы еще хотели увидеть в этой игре ну естественно кто не подписан подписывайтесь ставьте колокольчик для того чтобы получать уведомления от канала что какое-то новое видео вышло что ж всем удачи до встречи в следующих видео и пока пока если вам понравилось на этот вопрос Продолжение следует...